Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве Красноярского метро Олег Митваль признал свою вину и подтвердил ходатайство о рассмотрении дела особым порядком. Это такая упрощенная процедура, когда разбирательства проходят без шума и пыли, без придания их широкой огласки, втихаря, короче, так вот, признал чувак свою вину, заявил о готовности сотрудничать со следствием, видимо, рассчитывал, что зачтется, теперь давайте объясню, что это за зверь такой, я промитволя. Бывший путинский чиновник, работал заместителем руководителя Росприроднадзора, после возглавлял один из административных округов Москвы, ощущаете уровень, пару раз пытался избраться депутатом Государственной Думы, затем ушел в бизнес, возглавил некий строительный трест в Красноярске, в июле прошлого года Митваль арестовали. Из материалов дела следует, что дяденька вступил в сговор с высокопоставленными чинушами региона, в итоге, ребятишки украли почти миллиард рублей на проектирование тамошней подземки, работ не выполнили. В качестве отчетов предоставили липовые бумажки, вот теперь, значит, типа раскаялись. Понять и простить. Суд приговорил Митваля к четырем с половиной годам лишения свободы, хотите честно, а мне почему-то кажется, что именно так, в конце концов, все и будет, поймут и простят, тем более, что господин Митваль до самого суда находился не за решеткой, а под домашним арестом тусил. Ну, подумаешь, миллиард пацаны умыкнули, это ж не критический пост в Телеграме написать ей-богу. К тому же в деле столько чинуш замазано, что вы, а они ведь, как известно, своих-то не бросают. Это реальная журналистика «Славься, страна» в темах сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и к делам нашим, скорбным предлагаю перейти, точнее, к их обсуждению. Очередная какая-то непонятная туса в вселенских масштабах случилась в России на днях. Я сейчас имею в виду, конечно же, так называемый Восточный экономический форум, который действительно заявлялся как мировое событие. Который открывался, когда сели что-то невиданное, ну то есть опять с помпой, с кучей понтов, с большим количеством мишуры. Владивосток на ближайшие три дня стал мировым экономическим и политическим центром. Там сегодня стартовал Восточный экономический форум, который не только привлекает миллиардные инвестиции, но и задает тренды глобальных отношений. Так, сегодня на площадке ВЭФа уже говорят о единой валюте, альтернативной доллару. Оставь меня, старушка, я в печали. А на деле все оказалось пшиком. Главы иностранных государств в большинстве своем на форумы не приехали. Отправили туда вместо себя чиновников не самого высокого ранга или вообще дипломатов. Численность и количество делегаций тоже оставляло желать лучшего. Да даже некоторые российские предприниматели и те заявили, что им неинтересно на этот форум тащиться. Мол, где понаблюдаем за он им дистанционно? В этом году, признаться честно, я думал ехать для меня на ВЭФ. Потом, посмотрев не только список участников, но и список приглашенных стран, я, честно скажу, посчитал, что затраты как временные, так и финансовые, они не сопоставимы. Это потрясающе точно. Ну и чему весь этот джаз тогда, если даже бизнесмены, которые, по идее, кровно заинтересованы в подобных мероприятиях, в налаживании связей, в заключении договоров и бла-бла-бла, так вот даже бизнесмены и те пришли к выводу, нет смысла ехать, потому что это пустая трата времени и денег, хотя о чём я спрашиваю? Мы же понимаем к чему, а точнее зачем всё это затевалось правильно, ради красивой картинки по телевизору, смотрите, как у нас тут всё дорого-богато, думали с санкциями, Россию на колени поставить и не дождётесь, мы берём курс на восток, ну и плюс чиновники съездили отдохнуть, развеяться за наш с вами счёт. Будьте добры, помедленнее, я записываю. А вы думали, зачем? Ну давайте прикинем, порассуждаем. Вперёд, чинуша, конечно же, бизнес-классом оплатил ты. Или кто-то другой? Да нет, бюджет. То есть налогоплательщик. Дальше. Проживание в комфортной гостинице тоже оплатил ты. Я здорово сомневаюсь, что чинуша останавливался в местном доме колхозника, плюс трансфет, плюс машина с водителем на месте на весь срок форума, плюс бесконечные фуршеты, так называемые деловые завтраки, обеды, ужины с шампусиком, икоркой, королевскими крабами. Вот только в коня или корме я тут, к слову, не поленился, нашёл на просторах интернета репортаж моих читинских коллег Об итогах данной тусовки в прошлом году кино очень показательное, интересное, самое забавное. В нём прям красной линией обозначены все эти вопросы. Нафига Козе Баян? Ну, с точки зрения простого обывателя, конечно же, в данном случае жители региона Забайкалья. Сами смотрите и слушайте. Павильоны Забайкальского края на улице Дальнего Востока традиционно самые дорогие среди всех 11 регионов ДФО. Оно и понятно, регион один из самых бедных, но гордых, отсюда и цены. Но в этом году часть вложений отбились. Павильон Забайкальского края на улице Дальнего Востока, которая была развернута в рамках 6-го Восточного экономического форума, признан серебряным призёром конкурса на лучшее оформление и содержание экспозиции о субъекте. Итоги конкурса сегодня подвели на заседание Совета ДФО в Москве. Награду из рук полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева получил губернатор края Александр Осипов. А ещё наш павильон – самая крутая реклама ещё не построенному арт-парку Тужи. Намдаков и Тужи. Больше нам гордиться нечем, зато люди у нас самые-самые. Это просто праздник какой-то. Ну хорошо, давайте оставим в стороне наших чиновников с их извечными потёмкинскими деревнями. Предлагаю попытаться найти какие-то плюсы от данного дорогостоящего великолепия под названием ВФ. Например, с точки зрения международных отношений в будущем. Итак, в этот раз в Россию приехал глава Северной Кореи Ким Чен Ын, ни больше, ни меньше, на своём бронепоезде. Давайте процитирую буквально пропагандистов, как они писали о том визите. «Откусил каравай, послушал песню Катюша после лидера КНДР, ждали борщ, пельмени и Путин». Это я понял, а дальше-то что? Вообще, вот это мне тоже не совсем понятно, зачем эта встреча была нужна Владимиру Путину. Все официальные СМИ прошерстил, но так и не нашёл ответа на этот очень простой вопрос. Давайте опять порассуждаем, что ли раз. Очевидно, что глава Северной Кореи совсем не ровня российскому президенту даже в текущей парадигме любому из министров мог эту встречу доверить. Хотя, ну разве что опять для картинки в телевизоре оно потребовалось. Два. Я не очень догоняюсь, что именно такая маленькая и закрытая от всего мира страна, как КНДР, способна предложить Российской Федерации. Может быть, у них есть какие-нибудь высокие технологии, которых нет у нас. Так и у них тоже нет. Тогда, возможно, они обладают передовыми научными разработками. Тоже нет. Тогда что? Что, товарищ Ким, способен предложить нашей стране советскую технику, если только в том числе военную, которую, к слову, мы же им, между прочим, ещё в Советском Союзе поставили? Мы можем санкции снять в Северной Корее, ну хотя бы теоретически? Ведь это же странно. Мы остаёмся ответственным членом Совета Безопасности ООН. Мы продолжаем нашу работу в рамках организации ООН. Существуют общие процессы, но в то же время Северная Корея является нашим близким соседом. И мы будем развивать отношения с нашим близким соседом, несмотря ни на какие оговорки, ни на какие упрёки в наш адрес. Таким образом, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам наших двух стран. Тем более, что санкции мы с них снимать в любом случае не собираемся, как ответственный член Совета Безопасности ООН. Но развивать отношения будем. Вот это поворот! Поэтому я и хочу понять, в какой области, да на фуне неотмены-то санкций. А-а-а, дошло. Наверное, в области неквалифицированной и дешёвой рабочей силы. Стоп. Так у нас в этом нет недостатка. Средняя Азия регулярно поставляет в РФ гастарбайтеров, причём далеко не всегда официальными путями. Для некоторых регионов нелегалы уже стали настоящим бедствием. В результате оперативно-профилактических мероприятий выявлен тепличный комплекс, в котором нелегально трудились и проживали иностранные граждане. В ходе рейда за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 13 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. На миг Байрамов прячет лицо под кепкой и на вопросы отвечает агрессивно. Сегодня ему выносят приговор за то, что вместе с другом он жестоко избил учительницу с дочкой. По версии следствия, подростки сначала оскорбляли девочку в автобусе. Она позвонила маме и попросила встретить её на остановке. Когда школьница стала выходить, подростки совсем разбушевались. Ладно, забыли про КНДР. Другая международная победа вашему вниманию. Оттуда же с форума Россия и Индия. Как будто бы договорились о возможных поставках его нашу страну и их автомобилей. Правда разговоры об этом ведутся больше года и с конкретикой всё ещё ни шатка, ни валка. Хотя, с другой стороны, ну давайте гипотетически порассуждаем, представим, что всё всё-таки случится. В обозримом будущем индийские авто действительно поедут покорять рынок великий и могучий прям завтра. Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине и ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее. Замечательно. Поразительно. Гениально. Тогда другие вопросы возникают, насколько эта история вообще проработана. Притащить сюда тачки не самая большая проблема, особенно с учётом того, что у нас с их рупией по итогам 2022 года скопилась вагон и маленькая тележка. И никто не знает, что с этими рупиями делать, однако не будем забывать. Что вообще-то автомобиль это сложная техническая, с технической точки зрения, железяка, состоящая из десятков и даже сотен узлов и агрегатов. Что это значит правильно? Что рано или поздно машины начнут ломаться, а значит. Помимо поставок самих авто, нужно как минимум проработать вопрос бесперебойного подвоза запчастей. Выстроить логистические цепочки, серьёзные. Желательно техобслуживание, те машины должны проходить. Значит, нужны СТО в очень большом количестве, в идеале в каждом более-менее крупном городе. Что со всем этим делать на веб? Он его никто не озвучил. И я понимаю, почему мы, блин, с китайцами до сих пор эти моменты не отрегулировали. По сей день не отрегулировали. Вот ведь недавно, в августе, проходила информация. Российские автолюбители всё чаще жалуются на китайский автопром или автохлам. Сами решайте, как правильнее. Причину как раз я только что озвучил. Народ наслушался пропаганды, ломанулся за этими джили, черри и прочими консервными банками. А потом они посыпались. И вдруг оказалось, что ремонтировать китайские тачки негде, некому. А самое главное, ничем. Процитирую буквально одно известное отраслевое издание. С учётом увеличения объёмов продаж, экспорт комплектующих за ними попросту не поспевает. Даже несмотря на то, что представительства китайских марок кричат о наличии. Автокомпонентов и расходных материалов на самом деле у многих нет даже отлаженной цепочки поставки самих запчастей. Совпадение? Да, совпадение. То есть мы здесь ещё не до конца схему отработали, а уже про сотрудничество с Индией трубим, как о состоявшемся факте. Знаете, с этим прямым текстом мне кажется, что эти опять всё врут. Причём врут даже не нам, пропагандистам и чиновникам. Давно плевать на простых смертных, на наши беды и чаяния. Ребятишек интересует реакция одного единственного зрителя-слушателя. Именно этому зрителю-слушателю они с завидным постоянством дуют в уши. Ой! Вот и мы какой форум провели. О каких договорённостей достигли. Даже специально приглашённая звезда была, видимо, в виде товарища Ким Чи Нына на деле. Да всё будет как обычно, я уверен. Вчера этот форум закончился. Через неделю разговоры о нём утихнут. Сказки постепенно начнут забываться. А через месяц-другой про данный форум вообще никто никогда не вспомнит. Кучу денег опять ухлопали. Непонятно зачем. Ладно, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока!